Ночная прогулка. В минувшие выходные полицейские, дружинники, сотрудники городской администрации и общественные деятели ходили по клубам, проверяли работу баров и охраны, искали наркоманов. Вместе с полицейскими в поход по ночным заведениям отправился Станислав Ивашенко. Стас, ну, насколько часто такие рейды проводятся? Добрый вечер, Ирина. Они стали регулярными после нескольких убийств в увеселительных заведениях. Это было около года назад, и с тех пор около клубов дежурят передвижные пункты полиции. А вот с недавних пор стали еще и сотрудники наведываться в заведение внутрь заходить. А что на этот раз искали? Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли паспорта у юношей и девушек, тем, кому запрещено без родителей находиться в ночных клубах. К счастью, подобных нарушений в этот раз не было. А вот еще несколько полицейских искали суррогатный алкоголь в барах, и все горячительные тоже оказались легальными. Должна быть товарно-транспортная накладная с заполненным разделом Б. Потому что они приняли эту продукцию и уже несут полную ответственность за ее реализацию. Нам просто как посетителям интересно, есть у них все это, что вы перечисляете? Все есть, да, все в порядке. Все в порядке? Получается, у вас в клубах тишь да благодать. Но это, скорее всего, особенность именно этого рейда, потому что на прошлой неделе полицейские штрафовали руководство клуба Джильсамина за то, что их бармены продали алкоголь несовершеннолетнему. А зачем полицейские проверяли работу охранных предприятий, охранников? Ну, охрана должна следить за безопасностью в клубах, не пускать туда пьяных. И, кстати, один из клубов проверку вот в пятницу не прошел. На входе стояли бравые ребята, но, по словам полицейских, этого недостаточно, чтобы полностью обеспечить безопасность. За порядком должны следить сотрудники частных охранных предприятий, которые имеют специальную лицензию. Ну, сами понимаете, это не тот способ охраны для граждан, где тем более предусмотрено распитие спиртных напитков. И в этом заведении не раз были случаи с применением физического насилия и наличием телесных повреждений, не говоря уж о жертвах. Параллельно с общественниками там же в клубах работали наркополицейские. Для них эта ночь оказалась спокойной, но, по словам силовиков, она была чуть ли не единственная в этом году, первая. И потому что на сегодняшний день в клубах уже задержаны 345 человек, которые находились в наркотическом опьянении. Чаще всего они были под... курили марихуану или спайсы, которые сейчас только набирают обороты по продажам в России. Ну, получается, хочешь отдыхать спокойно, просто не нарушай закон. Спасибо. Это был Станислав Уваченко. Мы говорили о проверке, которая прошла в увеселительных заведениях Саратова.